Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Листья Маркизы, и это значит, что мы будем перелистывать близкие нам памятные даты вместе с гостями и друзьями нашей передачи. Начинаем! Что так быстро тают листья? Ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. Я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. 28 мая исполнилось бы 60 лет Андрею Панину. Актер невероятного, я бы сказал, честного таланта и честности в жизни. Знаете, он очень редко давал интервью, мы были очень рады, когда он согласился к нам приехать. И вот то, что он так редко общался со зрителями, придавало встрече с ним необыкновенный шарм, потому что ответы на вопросы он искал тут же, на наших глазах. И отвечал очень предельно честно и по отношению к зрителям, и по отношению к себе. Надо сказать, что это была программа для абитуриентов Филфака. И накануне, когда Андрей должен был выезжать к нам на поезде, я ждал звонка, что все в порядке, его проводили. У нашего московского администратора, который должен был его проводить и отдать ему билет, а надо сказать, что тогда не было электронных билетов, а билет был как бумажный документ, который нужно было взять в руку и предъявить проводнику. Так вот, у нашего московского администратора случилась какая-то серьезная неприятность в театре, и он отправил на вокзал с этим билетом какого-то достаточно случайного человека, который в свою очередь пропал со связи. И вот я ожидаю звонка с вокзала и понимаю, что поезд уже тронулся, человек, который вез Андрею билет, куда-то пропал. У Андрея телефон отключен, и мне становится ясно, что завтра на передаче для билетурентов у нас не будет гостя. И мы с администратором созвонились, я просил его, и он начал это делать, где-то обнаружить Андрея, может быть, встречать его возле дома, потому что он жил тогда где-то далеко, должен был добираться, по-моему, чуть ли не на электричке. Так вот, встречать его у дома, если он, конечно, поехал с вокзала обиженный, оскорбленный, что его так долго звали, а не привезли ему билет, если он поехал домой, и срочно покупать билет, и на самолет завтра, и на какой-нибудь сточной поезд, с каким-то образом отправить его все-таки на передачу. А сам я звонил Андрею, долго и безрезультатно, и, наконец, вдруг услышал его голос. Начал сбивший говорить, Андрей, я понимаю, что мой виноват, это большая неприятность, но все-таки невозможно сорвать передачу для абитуриентов. Он сказал мне, я еду, я понимаю, что вы едете домой, что вам там неудобно, но давайте, пожалуйста, развернитесь, мы все исправим, и обязательно как-то вас, ну, принесем извинения, только, пожалуйста, что-нибудь давайте придумаем, чтобы ехать. Я еду, сказал Андрей, я к вам еду, таким вот голосом. Он уже был в поезде. Как он дождался нашего человека с билетом? Почему он не бросился, не ушел и сел, как мы уже узнали, в отъезжающий поезд, чуть ли не догоняя вагон? Ну, вот, приехал. Я регистрирую, я и там, я и здесь, я и везде, я немножко лысый, я немножко волос есть. Немножко злодея, немножко все, я немножко, я уже в сериалах снимался. Даже передачу вел, но, правда, только по московскому телевидению, но, как бы, не знаю, это было давно. Мы, кстати, будем проверять по поводу роста, как выше вас. Хотите проверить, выйдите, пожалуйста, ну, заставим такое удовольствие. Катя, ну, если вы наденете каблуки, как вы заметно, как вы это метко сказали, то возможно будет... Ну, так вот, Андрей, сегодня темы игры были совершенно неожиданны для меня, всякие персонажи такие злодейские, отрицательные. И в какой-то степени выводят на вас, хотя я, честно говоря, не очень согласен с этим штампом, вас постоянно мучают журналисты тем, что не надоело ли вам играть всяких персонажей отрицательных. На этот счет мы, наверняка, сегодня поговорим, но я тут вот хотел начать с другого вопроса, если вы позволите. Мы с вами совершенно одного поколения, и у меня в детстве был такой любимый фильм, который я много раз смотрел, очень любил, который назывался «Верные друзья». Я знаю, что вы работаете или уже закончили работу уже как режиссер над фильмом, рабочее название, который «Верные друзья». Да, если можно об этом немножечко. Он выступил как дебютант в роли режиссера, уже как режиссер. Это двенадцатисерийный сериал, который назывался «В рабочем состоянии друзья». Это такой некий микс между «Мерными друзьями» того времени и, скажем так, «Трое в лодке, не считая собаки». Известное произведение Джерома. Да, да, Джерома. Но, грубо говоря, за ним еще жены отправились. Сочинение господина Галина, такой сценарист и драматург, который писал пресловутую свадьбу, может вспомнить, как и фильм. Сейчас он называется «Полный вперед». Несколько созвучностей известной идиомой, но прошу не путать. Но когда он выйдет, я не знаю, потому как на НТВ было мне сказано, что выйдет он, когда появятся первые листочки. Когда они появятся у них, я не знаю. Лавровые ли они будут. Правда, не знаю. Ну, да, было такое дело. Но, в принципе, у меня первое образование было режиссерское. Вы были искусствами, если это назвать искусством, то, чем я занимаюсь, то это была режиссура, правда, драматического театра. У меня 23 года был свой собственный театр. При университете, правда, Кемеровском, не вашем. Но я тогда учился еще в культуре. Вообще, начинал я учиться с пищевого института в Кемерово. А потом культура, а потом уже дошел и до МХАТа. То есть скатился уже до нельзя. Мама, папа у меня физики. Папа радиофизик, мама физики преподаватель. Но я лирик на полную голову оказался. Ну, в семье не без уродов, знаете. Что делать? Да, фильм сделался. Я не знаю, насколько он был хорош. Но, кстати говоря, почему-то странно, то ли такой дефицит существует в режиссерской профессии, после того, как фильм еще не вышел, ко мне уже поступило 6 предложений снять другой фильм. Не знаю. Мне кажется просто, что дефицит кадров чудовищен. Поэтому даже я горжусь на режиссера. Вот. Все, спасибо, до свидания. Действительно, то, что журналисты, первый вопрос, 99% вопросов сводится к одному. Отчего же вы все время играете негативные роли? Отчего же вы все время отрицательный персонаж? В конце концов, мне так надоело, что я начал говорить, что нравится. А такой ли вы в жизни? Второй популярности вопрос. Хуже? Что просидит? Вопросов больше нет. Спасибо. До свидания. А мечтаете ли сыграть положительную роль? Ну, дело в том, что последний фильм, которым я снимался, был 45-й по отсчету. Сколько вы из них видели? Сколько из них отрицательных? Понятно. Из них отрицательных 7. Знаете, это очень похоже на тот самый случай, когда я слышу только то, что хочу слышать. Я вижу только то, что хочу видеть. Поэтому, не знаю, может быть, просто сериалы, в которых я участвовал, хотя тоже, ну вот смотрите, я участвовал в сериале, который называется «Каменская», да? Я не могу сказать, что это персонаж отрицательный, хотя сама драматурка и автор книг меня не принимала как исполнитель этой роли, потому как там написано было, я не читал книги, каюсь, «Каменская» имею в виду, он был высокий, черноволосый, кудрявый, синеглазый, я не знаю, какой еще, да? Поэтому она говорит, что этого урода вы мне достаете сам? Ну, что было отлично, так, так, либо хорошо играет, либо красавец, выбирай. Что-нибудь одно. Поэтому я там остался. Потом возьмем такой сериал, как, допустим, «Пятый угол». Да, я не могу сказать, что это отрицательный персонаж. Ну, человек со сложной, так сказать, судьбой, со сложной жизненной, какие-то там по своим позициям. А что касаемо семейных тайн, такой был сериал. Так там они сами виноваты, дорогие друзья. Они кинули человека на долю, теряя меня, вся семья, друг друга пересажали, переукладывали в дурнички, там стреляли, о, какой кошмар. На самом деле они отрицательные герои, на мой взгляд. Бригадей, пресловутый, опять же. Кто там, собственно, с бандюками-то борется? Кроме меня. И должен заметить, что все представители, так сказать, вот этих органов, да, они говорят, что все время нажмут руки и говорят, что это настоящий человек. Так же. Что-то я упустил какой-то сериал. В этом смысле понять отрицательные, положительные вообще, вот как вы сегодня говорите, главный этот герой или не главный герой, положительные отрицательные, вообще и литература, и искусство, мне кажется, не приемлемо. Ну хорошо, а вот ваш персонаж, если говорить о водителе для веры, он что, отрицательный абсолютно, но вы, а я бы не сказал, а помните там, вот, диалог, когда он говорит, да я сам в таком бараке вырос, и в конце концов, мне... Ну, конечно, да. Скажем так, один из моих популярных ответов на популярные же вопросы, это то, что я играю человек со сложной судьбой, скажем так. А в жизни я довольно редко встречал людей положительных, отрицательных, таких не бывает, как правило, да, все мы, может быть, поэтому мои герои, пардон, так популярны, ибо каждый из смотрящих на ТВ, или там на экран, собственно, узнает, какие-то качества собственные. И как бы, то, что я прощаю этого героя и являюсь адвокатом, ну, что делать в своей роли, да, она, собственно, поэтому отклик-то находит в душе человеческой, потому как мы узнаем и сочувствуем, и сопереживаем этому герою. Собственно, сопереживание, это и есть моя задача. Хотелось отвлечься от вашей работы в кинематографе и задать личный вопрос. Вот вы сказали, что у вас родители были физиками и не повлиялись и не... Может быть, они вам чинили какие-то препятствия в том, что вы в вашей актерской карьере, потому что, насколько я знаю, родители не гуманитарных специальностей, как правило, препятствуют людям гуманитариям. Вы знаете, я вот как представитель гуманитарной профессии скорее буду препятствовать собственному, так сказать, опрыску заниматься этим делом, потому как это достаточно, что ли, жесткая профессия в том смысле, что это некая квинтэссенция жизни все-таки, это зерцало все-таки увеличенное в нашей жизни, поэтому все пороки здесь увеличены и все радости тоже преувеличены. Такая некая большая деревня под микроскопом, если угодно, поэтому очень все сложно. Очень тяжело как переносить удачи, так и неудачи. Я сейчас нисколько не лукавлю. Удача это тоже довольно тяжелый срыв нервный, особенно если это вдруг не пришло тебе что ли внезапно. Я знаю многих людей, которые переживают это серьезно, включая меня самого. Я начал сниматься лет 35 лет. Вы согласны с тем, Андрей, что самые красивые девушки живут в Саратове? Да. Тогда маленькая просьба. Сделайте, пожалуйста, вот этим девушкам, которые сидят рядом со мной, ну и мне тоже. И вот этой девушке комплимент. Я, дорогие друзья, давно хотел сказать, все время меня перебивали, но хотелось бы сказать, что самые красивые девушки, по-моему, живут в Саратове. Скажите, пожалуйста, есть ли такой литературный персонаж, которого бы вам хотелось сыграть, поскольку вы чувствуете, что в этом случае вы бы играли самого себя? Нет, я точно знаю из мультфильма персонажа, который я бы хотел сыграть. Это крысу из Ледникового периода. Это меня сразило просто, конечно. Есть же, говорят, я не видел его, но, говорят, 15-минутный есть ролик про эту крысу отдельный, сделанный специально для церемонии Оскара. Я не видел его, но говорят, что он есть. Просто отдельный мультфильм про эту крысу. Вот это абсолютно тоже я бы хотел, конечно, сыграть. Но, может быть, еще что? Не знаю. Мне очень нравилось в свое время Салтыков-Щедрин. Я есть, не садился без него. Сказки особенно там или там Гоголь-Мертвые души, допустим. Но Гогольский любого персонажа. Просто любого. Они все любимые. Особенно из Мертвых душ. А Салтыков-Щедрин, не знаю, может быть, и Удушка. Помните, Жанна же все время как бы милый друг маменька и в плечика целует. Феерическая штука. Я видел Смоктановского в роли этого самого не Удушки, а как это называлось? По-моему, как же назывался? Господа Главлева. Да, да, да. Господа Главлева, да. Там все время... И знаете, вот тоже момент. Я извелся на первом акте, чуть не уснул, думаю, ну как же сбежать-то? Человек сел так неудачно, так поймут неправильно. Во втором акте, он вдруг сделал вот это. Куда-то полетел. Вот я думаю, порадовался, что я не ушел. Я помню, я лишние билетики стрелял, все равно это и дострелялся. Усупенцы. Когда молодой был задорный, то воли сыросли, то я как бы это самое... Пролазили, что же знает, как пролазить, на самом деле. Я удивляюсь студентов нынешних, когда говорили, ну как мы пойдем, прям не знаю, надо, не прощайся. Четыре туалета пролазили, помню, с какими-то киргизами или в национальных уборах пролазили, в национальных уборах киргизских вот этих вот. А вот где-то вот это. Пролазили через туалет в Амхате, в том еще, когда там не работали, когда, и на стуру, на короле Лира. Как вы ходили в туалет с киргизмом? Не знаю. Разного пролазили, ну пролазили. Простите, опять увлекся. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы работать в сатирическом жанре? Если да, то почему? Ну, вы знаете, мне кажется, я из этого сатирического жанра практически никогда не выхожу. В каком-то смысле. Мне кажется, мне часто пеняли, что я как бы немножко все время издеваюсь над своими персонажами. Вместе с тем, что я как бы убедительно играю, но это уже на грани как бы какой-то некой издевки. Поэтому, бог узнает, что вы имеете в виду? Сатирический... Я не веду не на актерской связи, а вот уже, например, как Петросян или там Степаненко. Вот так вот имеется. Знаю, как Петросян, как Степаненко бы хотел, конечно. Пантамина, то есть на сцене, пока не здесь как актер, а чисто как, ну, как, кстати, эстрадный, эстрадный как бы. Я понимаю, да. Да нет, как-то что-то не особо. Знаете, это особый жанр, и я даже пробую себя от сильного безденежья и любопытства в этом, в плане конферансье сам себя, да, вдруг помню, что это отдельная профессия, для меня довольно сложная и потная такая, надо бы говоря, там вот выходит, там вот Верник, да, с которыми 10 лет работал в одном театре, да, вот на конферансье, потому проще там конферировать, понимаете. А мне наоборот. Для меня это сложнее, этот жанр. И так и этот жанр эстрадный, да, сдается мне, что я бы его освоил, но это параллельная профессия, на которой у меня не хватит времени. и сил. Я, к тому же Ленин, я человек на деле-то, я могу очень быстро добежать, но тут же лечь. Я вот это, не буду ходить, сидеть, стоять, добежал и лег еще. Знаете, как это, опять же, присловутый китайц, тогда лучше идти, чем бежать, лучше стоять, тем идти, да, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать. Не знаю смысла, но как-то чувствую. А вот по вашему мнению, какими качествами должен обладать настоящий талантливый артист, и что для вас бездарность? Собственно, вы, наверное, перечислили в вопросе все эти характеристики, которые вы должны обладать. Он должен быть хорошим и талантливым, и не должен быть бездарным. Бездарный человек страшен тем, что он понимает то, что он бездарен, и от этого способен на все, чтобы выжить. То есть от него можно ожидать всего. Он страшен, как медведь, потому как... Медведь чем страшен? Он же на самом деле кажется таким, понимаете? Он мягкий, пушистый, взгляда не видно, выражения лица отсутствуют, какое-то ли-либо лобо. На самом деле он бегает на некоторое расстояние быстрее тигра, лазит, по крайней мере, лучше него, да? И понятно, что бьет. Мама не горит. Поэтому здесь то же самое. Непонятно, что ожидать от тихого человека, который, не состоявший однажды как художник-аквалерист, может стать потом создателем Третьего рейха. Скажите, много ли у вас друзей и как вы относитесь к выражению «человек человеку-волк»? Ну, по определению. Жизнь – это война всех против всех. Поэтому волк ли он, жираф друг к другу, или любой другой зверек. Смотрите программу про живот. Кто-то когда-то кого-то в определенный момент съест, а потом его съест. И так далее. Во всем остальном, не знаю. Не знаю. У меня, вот, ей-богу, глобальные вопросы, как-то я пугаюсь отвечать уже. Вот если не пойти путем, как стекло афористическому, то надо что-то, какие-то откровения выдавать. Ей-богу, я не мессия. Я не знаю. Не знаю ответов на все вопросы. Право слова. Просто не всегда могу ответить, наверное. А про друзей? Простите. А про друзей? Да, простите, я забыл. Забудался, собственно, о эмоциях. Друзей? Нет, вы знаете, друзья – вообще категория такая, достаточно мутная, в том смысле, что где кончается друг и начинается родственник, уже трудно понять, грубо говоря. Мне кажется, что где-то, ой, по крайней мере, такое утверждали некие мои горские знакомые, и такие есть, что существует понятие такое, там, мама, папа, там, не знаю, сестра, брат, друг, потом жена. Вот такие градации существуют тоже. И вот где тут что-нибудь... Нет, друзей много быть не может по определению. Папа мне говорил, что последние твои друзья будут тогда, когда ты учишься чему-либо в институте. В общем, похоже на то. Потом уже с каким-то накоплением жизненного опыта уже как-то сложно войти в эти настоящие дружеские отношения. Как-то уже больше приятельствуешь, товариществуешь, какие-то уже... Не знаю. Тогда вам повезло, что вы много учились, и допоздна, можно сказать. Да-да-да. Вы сказали, что вы всегда играете какую-то роль. Вопрос такой, какую роль вы играете сейчас перед нами, и пробовали ли вы играть себя когда-нибудь? С самого себя? Я думаю, что, во-первых, что, в принципе, как я и рисовал бы все время, я рисую только автопортреты, поэтому играю только себя и себя всегда. То, что я сейчас играю, я думаю, что я играю роль двоюродного брата-близнеца Андрея Панина, который приехал в Саратов. На самом деле, сейчас где-нибудь сидим где-нибудь в Москве. Хитрый. Думаю. Угадавшие. Идите сюда. Кто у нас угадал, Андрей? Дело в том, что дам, естественно, вручают цветы сам на передаче, но я полагаю, что вам гораздо приятнее принять цветы из рук. Наша победительница. Прошу вас. Спасибо. Все-таки в Саратове самые красивые женщины. Ну что ж, дорогие друзья, наши гости всегда правы, ну а уж к этой правде я присоединяюсь всем сердцем. Пусть с вами будут вдохновения и удачи, а мы встретимся через неделю на новых листьях Маркизы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok